Это ролик, который записан несколько недель назад, и поэтому те конкурсы, которые там будут показаны, некоторые из них как актуальные, на самом деле сейчас уже завершились, но это на самом деле не имеет никакого значения, потому что сейчас актуальны другие конкурсы, но принципы у них практически, в общем-то, у всех одинаковые. Итак, запускаем ролик. Все ли видно? Как мне подсказывает Павел, я могу развернуть этот ролик пошире, но тогда, скорее всего, не будет активен чат. Если будет что-то не видно, тогда напишите в чате, что мелко, и я попробую его развернуть. Итак, мало кто знает, что в Википедии постоянно проходят конкурсы по написанию статей. Как правило, проходит одновременно сразу несколько конкурсов, 3, 5, иногда даже больше. Кроме того, регулярно проходят фото-конкурсы по загрузке собственных фоторабот на Викисклад. Это такой братский проект Википедии. Иногда в рамках крупных конкурсов бывают отдельные номинации по загрузке свободных изображений на Викисклад. Или загрузки в свободных текстах в Википедию. Это еще один братский проект Википедии. Это электронная библиотека. Бывают конкурсы или отдельные номинации по написанию новостей для проекта Викиновости. Путеводители Викигида. Это все тоже братские проекты Википедии. И так далее. В большинстве конкурсов разыгрываются достаточно ценные призы. Это могут быть, например, познавательные книги, футболки. Или, например, мячи с автографами футболистов. Вот у нас был такой конкурс, посвященный футболу. Или какая-то техника. Или сертификаты на покупку тех же книг или техники. Или туристические сертификаты. Призы зависят от тематики конкурса и от его спонсоров. И могут быть очень разные. Но часто разыгрываются просто обычные денежные призы. С учетом того, что многие конкурсы состоят из нескольких номинаций. И участвовать можно сразу во всех. Общий выигрыш может составить довольно приличную сумму. Вот сейчас на экране вы видите страницу конкурса «Начни с побратимов». «Узнай Россию, начни с побратимов». Смысл этого конкурса был в том, чтобы писать статьи о достопримечательностях в иностранных городах, которые являются побратимами городов России. Как вы видите, здесь 5 призовых мест. За первое место можно получить 25 тысяч рублей. Номинаций, напомню, 3. Кроме того, есть две дополнительные номинации. Номинация «Ростовский регион». Ну, потому что спонсор конкурса был связан с этим регионом. И, соответственно, статьи, которые относятся к ростовскому региону, он выделил в отдельную спецноминацию. И номинация «Новичок». Каждая из этих номинаций за победу в каждой из них можно получить дополнительно по 10 тысяч рублей. Несложно посчитать, что максимум в этом конкурсе можно выиграть 25 на 3, плюс 2 по 10 – 95 тысяч рублей. Ну, на самом деле, конечно, было бы неправильно говорить, что эту сумму выиграть легко. Выиграть ее крайне сложно. Однако, абсолютно и вполне реально, и многие опытные конкурсанты показывают такой результат, выиграть в таком конкурсе 40, 50, 60 тысяч рублей. Ну, например, первое место в одной номинации, третье в другой, плюс одна доп. номинация. Или второе место в двух номинациях. Итак, вы загорелись, допустим, идеей принять участие в Вики-конкурсе. С чего нужно начать? Прежде всего, нужно зарегистрироваться в Википедии. Вот здесь показано, как это делается. Если у вас нет учетной записи, вот посмотрите внимательно, как это делается. В правом верхнем углу Википедии на любой странице, если вы зашли не за логиненом, есть ссылка «Создать учетную запись». Нажимаем на нее. И дальше выбираем имя учетной записи. Единственное условие, чтобы это имя не было занято. Я вот сейчас ввожу свое имя, Дмитрий Рожков, показывает, что оно занято. Я добавляю цифру 2, показывает, что вот такое имя, Дмитрий Рожков 2, свободно. Я придумываю какой-то пароль, потом ввожу его еще раз. В четвертое окошечко я ввожу адрес электронной почты. Делать это необязательно, но лучше ввести, потому что если вы не введете адрес электронной почты, то вы не сможете восстановить забытый пароль. И внизу я ввожу вот эти буквы, которые он просит ввести, КОПЧУ, так называемую. Система безопасности Википедии для новичков постоянно просит ввести КОПЧУ. Вот тут пишут, что мелко, и давайте я все-таки разложу хотя бы на какое-то время. После этого того, как вы ввели КОПЧУ, вы нажимаете зарегистрироваться, и вот смотрите, в верхнем правом углу видно название учетной записи Дмитрия Рожкова, дальше идут ссылки на личный черновик, и есть список наблюдения. Вот я в него захожу, у каждого зарегистрированного участника есть свой список наблюдений. В этом списке наблюдения мы видим в специальном окошечке текущие мероприятия. И мы видим, что вот на момент видеозаписи этой было три конкурса. Конкурс «Начни с побратимов», конкурс «Вики весна 2019» и конкурс «Допишем мириаду». Мириада – это 10 тысяч самых важных для Википедии статей. Так, продолжаем. Ну вот, заходим на страницу одного из конкурсов. Да, вот здесь есть Мириада, «Вики весна» и конкурс «Начни с побратимов». Важно заметить, что почти все призовые конкурсы в русскоязычных Википроектах на территории России проводятся при поддержке и под эгидой некоммерческого партнерства Wikimedia.ru, вот в котором я в частности состою. Поэтому еще один способ узнать о конкурсах – это посетить сайт Wikimedia.ru. Находится он по адресу wikimedia.ru. На самом деле адрес у него подлиннее, но это вот то перенаправление, которое очень легко запомнить. Wikimedia.ru Кстати, как вы видите, некоторые конкурсы анонсируются еще с помощью баннеров. Вот на экране вы видите баннер, связанный с конкурсом «Вики любит землю». Это крупнейший международный фотоконкурс, который проходит вообще во всем мире, во всех языковых разделах. И поэтому он поддерживается вот таким баннером, который размещается в Википедии. Но региональные конкурсы, то есть, допустим, которые организованы только российским отделением, которые проходят часто только среди граждан России, но вообще-то бывает, что все равно допускаются и иностранные граждане к участию в таких конкурсах. Но тем не менее, эти конкурсы считаются менее значимыми, и, как правило, баннерами в Википедии они не поддерживаются, и поэтому узнать о них через баннер невозможно, как правило. Таким образом, есть второй способ узнать о том, какой конкурс проводит Wikimedia.ru. Это посетить сайт Wikimedia.ru. И вот на этом сайте мы можем увидеть планы и текущие события в правой части экрана. И в частности, сейчас там... Да, вот здесь у нас баннеры. Да, в правой части есть раздел «Текущие события». И мы видим, что проходит сейчас конкурс научных фотографий, например. «Конкурс «Узнай мир, начни с побратимов», опять же, вот здесь, с активной ссылкой. Ну, вот, например, здесь мы видим еще, что завершился конкурс Вики Гэб по написанию статей о выдающихся женщинах. И вот здесь мы, кстати, видим обзор итогов этого конкурса, чтобы в его рамках было написано более 700 статей. Переходим снова на страницу конкурса «Узнаем мир, начни с побратимов». Да, есть еще конкурс, литературный футурологический конкурс по написанию футурологических эссей, научно-фантастических рассказов о Википедии. Он тоже уже завершился, очень интересный конкурс, кстати, итоги пока еще не подведены. Да, если мы хотим глубже разобраться вообще, какие есть конкурсы, то вот в это окошко можно ввести слово «конкурсы», и мы попадаем на страницу конкурсов, собственно говоря, где приведены вообще все конкурсы, которые проводились при поддержке Wikimedia.ru за много лет, начиная с 2011 года. Их уже проведено больше 60 штук. Вот мы видим статусы. Зеленым отмечены завершенные конкурсы, синеньким таким цветом, те, которые продолжаются сейчас, и мы видим, что продолжаются 4 конкурса. Конкурс научных фотографий 2019, Вики весна 2019, «Узнаем мир, начни с побратимов» второй тур этого конкурса, и «Вики будущее» – это вот тот самый литературный конкурс. Так, ну, наверное, вот с этим понятно, да, как найти конкурсы, где они находятся. То есть три, наверное, основных способа – это список наблюдения в Википедии, если вы зарегистрированы. Второй – это заглавная страница сайта Wikimedia. Wikimedia отличается от Википедии на одну букву, Wikimedia.ru. И там, как бы, вот, под вариант зайти на страницу конкурсов. Третий вариант – это объявление о конкурсах на форумах самой Википедии. Но это нужно быть уже достаточно опытным и увлеченным участником, чтобы читать эти форумы. Ну, как бы, сторонние интересующиеся люди, которые пока еще не являются активными Википедистами, их обычно не читают. Ну, и кроме того, естественно, в социальной сети есть группы и страницы и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере у многих Википроектов, у Русской Википедии, у Викиновостей, например. Ну, и кроме того, есть страницы у некоммерческого партнерства Wikimedia.ru, которые эти конкурсы устраивают. И там тоже они все анонсируются. Так, перейдем ко второй части. Первую закрываем. Теперь немного о самом участии на примере конкурса «Узнай мир, начни с побратимов». Вот мы хотим участвовать в нем, да, вот мы осматриваем, что там уже есть на данный момент. Мы видим таблицу конкурсного участия и видим, что уже довольно много участников. Вот, видите, в столбце участник, ник участника, новые статьи на русском языке, это сколько статей он написал. Вот, например, участник «Вильяреал-9» написал уже 70 статей, мы видим. Во всем мы ориентируемся, оцениваем наши шансы, да, смотрим, сколько призовых мест, кого можно тут догнать за оставшееся время. Ну, и, конечно, перед тем, как ринуться в бой, мы должны внимательно прочитать правила конкурса. Недостаточное изучение регламента конкурса – это, на самом деле, довольно типичная ошибка конкурсантов-новичков, и потом возникают разные недоразумения из-за того, что конкурсанты невнимательно прочитали регламент. Мы в данном случае видим, что конкурс состоит из трех индивидуальных номинаций и одной командной, то есть, там, группы участников. Ну, командная номинация, допустим, нам явно не подходит, это нам неинтересно. Видим, что в первой номинации уже отметились 15 конкурсантов и написали довольно много статей на русском языке. Вторая номинация посвящена статьям на всех языках, кроме русского, то есть, на языках народов России и на иностранных языках. То есть, в одну номинацию сведены иностранные языки и языки народов России, например, татарский, башкирский. В некоторых конкурсах это могут быть разные номинации, то есть, иностранные языки и языки народов России, кроме русского, могут быть разведены по разным номинациям, а в некоторых, как здесь, они могут быть в одной номинации. Третья номинация посвящена загрузкам авторских фотографий. Так, а что он нам такое показывает? Да, третья номинация посвящена загрузкам авторских фотографий. Останавливаем свой выбор, прежде всего, на первой номинации, статье о достопримечательностях зарубежных городов, побратимых городов России. Если мы владеем в достаточной степени каким-то иностранным языком или одним из языков России, помимо русского, мы можем принять участие во второй номинации. Возможно, в нашем распоряжении также есть фото каких-то достопримечательностей, подходящих под тему конкурса, собственного обязательного авторства. Тогда мы их можем загрузить на Викисклад и поучаствовать также еще и в третьей номинации. Кроме того, если мы выберем тему, связанную с ростовским регионом, то сможем претендовать на приз в первой спецноминации, на дополнительный приз. А если мы зарегистрировались не ранее 2019 года, то еще и во второй спецноминации «Новичок». Обращаем внимание на все нюансы регламента, чтобы избежать разных неприятных недоразумений. Например, обращаем внимание, что данный конкурс проводится по московскому времени. Вот здесь указано МСК. Это достаточно нетипично для Википедии, которая обычно живет по всемирному координированному времени, отличающемуся от московского на три часа. Но в данном случае мы ориентируемся именно на московское время, и нам нужно не ошибиться с крайним сроком подачи конкурсных работ. Смотрим, что еще существенного может быть записано в правилах. Участвовать в конкурсе можно только с одной учетной записи. К этому можно добавить, что каждой учетной записью может пользоваться только один участник. И это вообще общее правило Википедии. В ней запрещены так называемые ролевые учетные записи. То есть вы не можете завести одну учетную запись на весь отдел библиотеки, допустим. Каждый сотрудник должен завести свою и работать только с ней. А вот когда мы говорим еще и о конкурсах, то верно и обратно, что каждый конкурсант может работать только с одной учетной записью. То есть общий принцип Википроектов – одна учетная запись, один участник, а для конкурсов еще верно и обратно – один конкурсант, одна учетная запись. Смотрим дальше. Статья должна быть написана и внесена в таблицу во время конкурса. То есть опять же вспоминаем про московское время. Минимальный объем должен составлять не менее 2000 байт и не менее 150 слов связанного текста. Если мы подадим статью меньшего объема, жюри не примет ее к рассмотрению. Наконец, принцип честной игры. В чем суть? Нельзя создавать любые ситуации, ставящие вас в заведомо выигрышное положение перед соперниками. Один из возможных примеров нарушения довольно часто встречается и поэтому прямо прописан. Нельзя писать статьи в стол про запас, с тем, чтобы перед самым окончанием конкурса внести в таблицу большое количество статей, не оставив соперникам времени вас догнать. В качестве аналогии можно привести, наверное, правила зоны или офсайтов в разных игровых видах спорта. То есть нельзя дежурить у ворот соперника, чтобы получить мяч и забить гарантированный гол. Это считается нарушением принципа честной игры. И все написанные статьи и загруженные фото нужно вносить в таблицу по мере их написания или загрузки в проект, чтобы соперники видели, как вы продвигаетесь и, соответственно, могли пытаться вас догнать. За нарушение принципа честной игры жюри может не засчитать часть вклада или вообще даже дисквалифицировать конкурсанта в одной номинации или во всем конкурсе. Так мы разобрались в регламенте и теперь нам нужно выбрать тему нашей конкурсной статьи. В этом нам может помочь словник. Вот мы видим, действительно, есть словник. Его заботливо составили организаторы конкурса. Заходим, это отдельная страница. В словниках бывают приведены сразу так называемые красные ссылки. То есть ссылки на темы, по которым пока еще нет статей. Но в данном случае здесь нет красных ссылок и приведен только список городов-побратимов. Но это, впрочем, тоже довольно существенная такая помощь. То есть нам теперь не нужно выяснять, какие города-побратимы есть у каких российских городов. Мы можем сразу выбрать город и начинать уже самостоятельно искать темы. То есть искать те достопримечательности в этом городе, о которых пока еще нет статей в русской Википедии. Выбрав тему, находим авторитетные источники и создаем статью. Как создать статью в Википедии? Этот вопрос выходит далеко за рамки нашей сегодняшней темы. В Википедии есть обширная справочная система, есть мастеры. Вот видите, справа создать статью. Есть черновик. Вот красная ссылка. У каждого есть черновик. То, что он красный, это показывает то, что там пока ничего нет. Туда можно зайти и начать вести черновик. Который никто не тронет. А потом, когда вы все закончите, перенести из черновика в основное пространство. Есть обучающие проекты. Например, есть такой проект Инкубатор. Кроме того, на Ютубе выложено большое количество роликов на тему, как создать статью. Я бы порекомендовал обучающее видео, записанное Софьей Багдасаровой. Найти его на Ютубе просто по запросу, как создать статью в Википедии. И чтобы ее не удалили. А в качестве отправной точки я бы порекомендовал страницу 5 столпов Википедии. Это такая корневая страница, от которой идут ссылки на всю такую большую, разветвленную, часто довольно противоречивую, к сожалению, систему справок, правил, рекомендаций. Но есть основные 5 столпов, поняв которые, вы поймете о том, как писать в Википедии, о чем писать, о чем нельзя писать, как правильно написать статью. Спасибо, Павел. Павел кинул ссылку на ролик Софьи Багдасаровой. Обязательно добавьте его себе в закладки, это, пожалуй, лучший ролик на эту тему. Почему-то он периодически перескакивает туда, куда нужно. Так, попадаем, значит, страница 5 столпов. Итак, вот первый столб, который мы видим, в нем говорится, что Википедия – это энциклопедия. Что она соединяет в себе элементы общих и специализированных энциклопедий, а также справочников и ежегодников. Что следует указывать источники информации, что статьи должны быть точными и проверяемыми. Что запрещены оригинальные исследования. То есть, если вы что-то придумали такое оригинальное, не нужно торопиться публиковать это в Википедии, а нужно опубликовать в какой-то специализированной периодике, скорее всего, для начала. Что требуется проверяемость, а не, например, истинность, не борьба за правду, не поиск истины или что-то такое, а требуется обеспечить всего лишь проверяемость. То есть, ссылки на источники, по которым сомневающийся какой-то читатель может увидеть, что в такой-то научной книжке или в таком-то научном журнале написано вот ровно то, что написали вы в своей Викистатье. Второй столб – это о том, что нужно придерживаться нейтральной точки зрения, не использовать Википедию как трибуну или как средство какой-то пропаганды или средство борьбы точек зрения. Нужно, если точки зрения на какой-то предмет существуют разные, порой диаметрально противоположные, то нужно приводить их все в соответствии с правилом вес, то есть взвешено. То есть, если среди специалистов превалирует одна точка зрения, а вторая менее представлена, то вот примерно в этой пропорции нужно приводить и точки зрения в статье. Третий столб говорит о том, что материалы Википедии используются под свободными лицензиями. Вообще весь контент Википедии свободен, его можно использовать в любых целях, в том числе коммерческих, при условии соблюдения лицензии, то есть при условии либо указания оригинального авторства, например, если речь идет об изображении, или при условии ссылки на статью, чтобы желающие могли посмотреть полный список авторов. В Википедии запрещено размещать материалы, нарушающие авторское право. Если вот мы немножко возвращаемся к теме конкурсов, ни в коем случае нельзя загружать на конкурсы тексты методом копипаста. То есть, такие статьи, нарушающие авторское право, будут немедленно удалены, и конкурсат, скорее всего, будет либо заблокирован вообще, либо, по крайней мере, ему будет дисквалифицирован с конкурсом в участии. Пойдем дальше. Важно понимать, что никаких особенных конкурсных статей такого статуса, что статья вот такая-то написана для конкурса, не существует. Все статьи имеют равный статус. С точки зрения сообщества, проектов Википедии или Викисклада, например, статьи или фото, которые загружены на конкурс, ничем не отличаются от обычных статей или фото. И они обязательно должны соответствовать всем требованиям этих проектов. Плюс уже в рамках конкурса они, конечно, должны соответствовать его регламенту. Ну, например, по тематике. Патрулирующий Википедии, скорее всего, даже не будет знать, что написанная вами статья конкурсная. А если и будет знать, то ему совершенно безразлично. Ведь ваша статья находится просто среди всех прочих новых созданных статей в основном пространстве проекта. Где это находится, сейчас я вам покажу. Вот здесь список новых страниц. И вот среди них будут как статьи, созданные на конкурс, так и статьи, просто созданные в ходе обычной работы участников. Вот в этом списке. То же самое относится к изображениям на Викискладе и вообще к любому конкурсному контенту в любых Википроектах. Организаторы конкурсов всегда подстраиваются под обычную ежедневную работу сообщества, а не наоборот. Итак, допустим, мы написали конкурсную статью, которая удовлетворяет всем правилам Википедии и всем требованиям конкурса. Теперь нам нужно внести ее в конкурсную таблицу. Переходим на страницу конкурса. Далее переходим к нужному нам разделу. И нажимаем «Править». Вот здесь вот мы нажимаем «Править» над таблицей. Отправляемся, вот видим такой код таблицы, отправляемся в самый низ. Вот здесь точно надо разложить. Может мелко. И вот видим, что такие вот блоки. Копируем последний блок участника. Участник Soul Train написал статью «Тойфельберг». Это достопримечательность Берлина, потому что Берлин является побративом Москвы. Вот я скопировал этот блок, вношу свой ник Дмитрия Рожкова, вношу свою статью, и свое обоснование, почему я считаю, что эта статья подходит под тему конкурса. Так, вот здесь я пишу, что Варшава это побратим Москвы. А хочу я представить статью в двойных квадратных скобочках с префиксом «W», то есть ссылка на Википедию, потому что мы сейчас находимся не на сайте Википедии, а на сайте Wikimedia.ru, представляю статью «Церковь Петра и Павла» в Варшаве. После этого я нажимаю предварительный просмотр и вижу, что я в таблице появился, вот в конце, и дальше я записываю страницу, но сейчас я этого делать, конечно, не буду. если у меня есть вопросы, то я отправляюсь на страницу обсуждения и задаю там их. Вот страница обсуждения этого конкурса. Видите, здесь уже задано пару вопросов, на один из них уже даже получен ответ. Я нажимаю «Добавить тему» наверху, пишу заголовок вопроса, например, «Вопрос по регламенту» и задаю свой вопрос. Когда точно закончится конкурс. Например, я не разобрался во всяких этих временных поясах и все-таки хочу понять, когда он закончится сейчас или через три часа. Вот опять предпросмотр, я ставлю четыре тильды, это подпись, и записываю страницу. Опять же, я сейчас этого, конечно, не делаю. После этого я добавляю вот этой звездочкой эту страницу список наблюдения и потом слежу за этой страницей через список наблюдения. Вот ссылка в правом верхнем углу. И как только появится ответ, я об этом узнаю и прочитаю ответ на свой вопрос. Не нужно стесняться задавать вопросы во время конкурсов. Это позволит избежать всевозможных недопониманий, недоразумений после его окончания, когда уже внести какие-то коррективы в ваши действия или бывает, что надо вносить какие-то коррективы в регламент даже конкурса, но когда уже будет что-то исправлять поздно. Поэтому не стесняемся задавать вопросы по ходу конкурса. Любые. Переходим к третьей части. Теперь поговорим немного о типичных ошибках конкурсантов. О двух из них уже было сказано. Это невнимательность при чтении регламента и нерешительность при уточнении разных непонятных и спорных моментов. Эти ошибки, к сожалению, допускают не только новички, но и опытные конкурсанты. Ну а новички, естественно, допускают и другие ошибки. Одна из самых распространенных неразвлечения в Вики-проектах. Конкурс, например, проходит на сайте Wikimedia.ru вот с таким логотипом, который вы видите. Вот такой зеленый, синий, красный в левом углу. В верхнем. На этом сайте Wikimedia.ru расположена страница конкурса, таблица. Но вот сами статьи находятся не здесь. Помните, там был префикс такой W двоеточие? Сами статьи находятся в Википедии. А это другой сайт. Вот мы смотрим, сколько разных Википедий бывает. Кроме того, бывают не Википедии, а вообще другие проекты. И вот мы переходим к русской Википедии. И мы видим, что визуально страница очень похожа, потому что и то, и то Вики-сайт. Но здесь логотип уже другой. Здесь логотип в виде такого земного шара с пазликами. Вот здесь мы сейчас видим Wikimedia Commons. Это тут, куда мы грузим изображение. Здесь еще другой логотип. Дальше вот мы можем посмотреть Вики-теку. Это электронная библиотека. Тоже братский проект. И тоже на разных языках. Вот какой у него и логотип. Еще другой. Вот русская Вики-тека. Что еще тут у нас есть? Ну, например, например, Вики-новости. Вики-новости тоже проект гражданской журналистики на Вики-принципах. Еще и следующий тип логотипа. Это все разные проекты и необходимо загружать соответствующий контент. Да, вот Вики-гид. Это проект, посвященный написанию путеводителей. Свободных путеводителей. Совсем другой логотип. Видите, такой треугольничек там промелькнул. Кроме того, вот вы видите, сколько разных проектов есть. Еще есть Вики-учебник, Вики-цитатник, много чего. Вики-словарь, Вики-данные есть. Такой прогрессивный проект. Кроме того, есть разные языковые версии. Их тоже не надо путать. То есть, статьи на русском языке надо писать в русской Википедии, на английском в английской. Видите, разный логотип, разные подписи под ним. Ну и понятно, что из самых все на странице на английском языке. Например, статьи на, скажем, татарском языке. Да. Вот для татарского языка есть своя татарская Википедия. И статьи на татарском языке нужно писать именно сюда. Кроме того, все материалы нужно размещать в основном пространстве. Многие новички часто пишут свою первую статью и размещают ее, например, на своей личной странице или на странице конкурса, вместо того, чтобы разместить там только ссылку на эту статью. Они размещают весь текст статьи на странице конкурса. Или на странице обсуждения, или где-то на форуме. В общем, если любой материал, который вы разместили не по месту, допустим, в другом проекте, или на другой странице, неважно, он будет удален. Никто переносить материал ваш на правильную страницу в правильное местоположение не будет. Этому есть вполне объективные причины, потому что при таком переносе невозможно гарантировать соблюдение авторского права, то есть подтверждение его. Поэтому необходимо перед тем, как писать статью, разобраться, где же все-таки ее надо писать, или куда грузить эту картинку, или куда грузить этот текст. Если что-то непонятно, то не пытаться действовать на обум, там и на угад, а как уже было сказано, задать вопрос. То есть не побояться задавать вопрос, который не побоятся показаться глупым, задать какой-то банальный вопрос, потому что на самом деле Википедия довольно неинтуитивный проект, сложный для понимания. Потом, когда его осваиваешь, понимание это приходит и кажется, что все просто, но новички на самом деле совершают одни и те же ошибки. Отдельная группа ошибок новичков и не только связана с ошибочными представлениями об авторском праве. Об авторском праве. Если вы собственноручно переписали текст из книги или отсканировали его, он ни в коем случае не становится вашим. Наверное, библиотекарям это объяснять не нужно. Но нужно понимать, что например у ваших читателей могут быть такие неверные представления. То есть читатель пишет допустим новичок автор статьи пишет, что это мой текст я его сам написал. Потом оказывается, что он просто открыл книжку и слово-слово перепечатал, потратил много времени, сил и поэтому считает, что это его текст. На самом деле текст конечно не его. То же самое если он отсканировал репродукцию из книги или сфотографировал даже картину в музее, она все равно эта картина не становится его. Нужно указывать правильно авторство художника или фотографа, если это фотоснимок чей-то. А если это фотография например скульптуры, то нужно помнить, что в России есть свобода панорамы, но она не распространяется на скульптуру, она распространяется только на архитектуру. В общем необходимо тщательное соблюдение авторского права как для участия в конкурсах, так и для любого вообще участия в проектах. Для консультации по вопросам авторского права я рекомендую вот этот сайт OBIP.RU это сайт открытое наследие сейчас, раньше он назывался открытая библиотека, поэтому OBIP открытая библиотека.RU на нем собрано большое количество материалов связанных с вопросами авторского права. Вы видите вкладки методические материалы и исследования. Вот например по вкладке исследования сейчас эта вкладка тут откроется на видео. вот есть методические материалы здесь находятся. Кстати в них в этих методических материалах есть брошюры посвященные сейчас я немножко вернусь посвященные взаимодействию с библиотеками и музеями две отдельные брошюры. Вот вы видите зеленая брошюра это для методические рекомендации для библиотек а такая полосатенькая это для музеев. так сейчас еще раз выйдем на этот так вот страница исследования на этой странице мы видим тоже ссылки на исследовательские работы проведенные Wikimedia.ru и вот верхняя ссылка культурное наследие общественное достояние там находится перечень произведений находящихся в Российской Федерации в общественном достоянии с 1 января 2019 года этого года например но и также другие исследования там тоже в общем это очень полезный сайт ссылку оби закладки так идем дальше пренебрегать соблюдением авторского права при участии вики конкурсах как я уже сказал нельзя это неизбежно приведет к принудительному ограничению вашего участия и соответственно к прекращению участия в конкурсе и напоследок несколько слов о системе конкурсных оценок и разумной тактике участия в конкурсе если ваша цель победа а не только участие за годы проведения конкурсов сложилась простая но довольно эффективная бальная система оценок которая сейчас используется почти во всех конкурсах хотя и не абсолютно во всех нужно внимательно читать регламенты всегда эта система оценок учитывает как количество так и качество по конкурсантам материалах там статей изображений и так далее вот например открываем страницу конкурса вики гэп конкурса по написанию статьи о женщинах который проводился совместно с посольством Швеции здесь вот мы видим что за каждую созданную статью удовлетворяющую требования участник получает один балл жюри также может отметить объемы качества статьи стиль изложения оформления иллюстрирования одним или двумя бонусными баллами также необходимо учитывать повышающие коэффициенты в данном случае так как партнером спонсором конкурса было шведское посольство то по договоренности с ними введен повышающий коэффициент двойной за статьи о персонах которые уже были описаны в шведском разделе википедии поэтому выгоднее писать о таких о таких персонах переводить статьи из шведской википедии после окончания конкурса жюри подсчитывает набранные баллы вот видите в крайнем правом столбце это баллы и поэтому очевидно то что несмотря на то что слабенькая статья получает один или два балла хорошая статья получает два или четыре даже три или шесть баллов все равно приоритетом остается количество статей потому что если вы напишете всего одну статью даже если это будет абсолютно выдающаяся гениальная статья вы можете получить за нее максимум шесть баллов а шестью баллами победить на конкурсе занять какое-то призовое место невозможно чтобы войти в число призеров нужно набирать десятки а лучше сотни баллов то есть нужно писать много статей поэтому есть некая разумная тактика участия имеет смысл писать статьи на один или два балла при этом выбирая темы с повышающими коэффициентами и тогда кажется что вот это практически невозможно как так написать сотни статей или десятки хотя бы новичку кажется это абсолютно невозможно показать такой результат на самом деле это абсолютно достижимо работать надо конечно немало но и нельзя сказать что это какая-то вообще каторжная работа потому что есть еще второй второй такой лайфхак он заключается в том что мы используем одни и те же подборки авторитетных источников для написания большого количества статей то есть допустим вот здесь у нас тема тема женщины и швеция мы выбираем 3-4 книжки которые посвящены выдающимся женщинам и выдающимся шведам и пишем в общем однотипные структурно однотипные статьи на основании этих 3-4 книжек мы можем написать допустим десятка 2-3 там будут одинаковые разделы они будут одинаково примерно объемом все статьи и там будут самые главные одинаковые источники потом мы находим еще 3-4 каких-то источника то есть выжав вот эту первую группу выжимку из нее сделав выжав из нее все что можно для этого конкурса мы переходим к следующей группе источников и так далее и вот здесь мы видим что конкурсант победитель написал 245 статей за месяц набрал 521 балл а участник занявший 10 место набрал написал всего 15 статей и набрал 29 баллов то есть вот начиная с 15 и 20 статей можно уже обычно претендовать на место в призах конкретно к этому конкурсу можно добавить что здесь призы за места со второе по десятое не отличались то есть участник написавший 120 статей и набравший 210 баллов получил такой же приз как написавший 15 статей и набравший 29 баллов за первое место отличалось там был другой приз собственно вот это все по поводу участия вики конкурсах вот теперь несколько слов о том как в этом в этом в этом можно встроить библиотеки конкурсы длятся обычно 1-2 месяца в среднем естественно все они проходят заочно то есть онлайн но например библиотека или другое учреждение желательно имеющий какой-то компьютерный класс хотя не обязательно потому что читатели сейчас часто приходят со своими ноутбуками или планшетами объявляет какой-то день очного очный день вот этого конкурса вывешивается афиша и в течение одного дня нескольких часов может быть собираются в компьютерном классе какой-то библиотеки конкурсанты и пишут статьи на этот конкурс естественно какой интерес для библиотек проведено во-первых мероприятие во-вторых так как все статьи пишутся по авторитетным источникам то где их взять как не в библиотеке то есть за время за вот эти несколько часов очного соревнования конкурсанты берут большое количество книг в библиотеке и используют их в качестве источников то есть написали там статью на одну тему взяли книжку сдали книжку все это все это идет на пользу статистику библиотеки кроме того не часто но все-таки вот у нас был такой случай что в конкурсе участвовали сами библиотеки это было в 2017 году конкурс шел очень долго по-моему полгода и библиотеки загружали на Викисклад и на другие открытые площадки материалы из своего фонда в этом заключался конкурс какая из библиотек больше загрузит в открытый доступ материалов из своих фондов но тот конкурс поддерживался грантом это была часть нашего грантового проекта открытой библиотеки ссылку на которую я давал там можно кстати найти материалы о той истории пока что таких конкурсов мы не проводим может быть среди вас есть работники тех библиотек которые участвовали в этом конкурсе или может быть даже выиграли там что-то конкурс проводился в 2017 году как я уже сказал и проводился в трех номинациях загрузка на Викисклад загрузка на такой сайт Федеральная резервная система банков знаний это тоже такой сайт хранения открытого контента и третья номинация была собственная площадка то есть библиотеки загружали свои фонды в собственные электронные библиотеки и тогда в двух номинациях победила Московская библиотека имени Некрасова а в одной номинации это была загрузка на Федеральную резервную систему банков знаний победила Белгородская научная библиотека вот собственно все что еще можно добавить то что наверное для того чтобы объявить очный день очный конкурсный день в библиотеке не нужно ничего согласовывать не нужно не спрашивать никаких разрешений ну конечно можно всегда к нам обратиться за консультациями как это лучше сделать но никаких лицензий и там разрешения от нас не нужно если вы видите что где-то проходит конкурс теперь вы знаете как об этом узнать список наблюдения заглавная страница сайта вики медиа ру вы можете выбрать какой-то день когда свободен ваш компьютерный класс повесить объявление что в этот день проводится проводится очный очная часть конкурса википедии и все приглашаем читателей они пишут статьи они берут книжки они консультируются конечно желательно ну прямо скажем да желательно очень желательно чтобы в классе присутствовал хотя бы один человек более-менее ориентирующийся как в технической части википедии так и в ее в ее правилах чтобы участники писали действительно качественные статьи и чтобы весь их вклад был принят и может быть там среди них найдутся какие-то призеры даже ну наверное на этом спасибо за внимание может быть вот есть у нас вкладка вопроса вопросов там не появилось наверное это все что я хотел вот рассказать в режиме монолога если есть какие-то вопросы готов ответить спасибо дмитрий может быть ты расскажешь кому обратиться по какому адресу если будут вопросы потому что из твоего фильма да пожалуйста обратиться 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 да обратиться можно ко мне сейчас я здесь напишу свой адрес да еще я могу сказать о том что в библиотеках у нас сейчас развивается такая новая форма деятельности под названием вики-клуб я например вот веду вики-клуб в Некрасовке по воскресеньям раз в две недели важная информация я думаю что по крайней мере москвичам это будет интересно да то есть приходите раз в две недели на это ну вот в прошлое воскресенье уже был вики-клуб то есть на этой неделе его не будет но приходите через неделю это будет какое число у нас 7 7 июля в библиотеке имени Некрасова это метро Бауманская улица Бауманская в 17.00 и мы проводим вики-клуб где совместно пишем статьи где там разбираем какие-то непонятные моменты ну и мы хотели бы конечно масштабировать вот эту практику распространять ее на другие библиотеки не только конечно в Москве но и даже может быть особенно в регионах но для этого нужны в общем инициативные люди те кто будет поддерживать этот проект мы готовы обучить ведущих то есть мы готовы вот на местах или дистанционно обучить ведущих таких вики-клубов если в вашем городе нет какого-то активного википедиста который готов этим заниматься но есть допустим библиотекарь который хотел бы этим заняться и обучить сам разобраться и других научить то мы готовы у нас есть методические разработки по этому обучению так что будем рады любому сотрудничеству вконтакте сейчас я напишу значит моя электронная почта боксру так мой фейсбук сейчас секунду адрес фейсбуке вот я прямой даю но на самом деле там очень просто меня найти дмитрий рожков таких много людей но я там обычно в первой списке появляюсь вот ссылка на мою страницу фейсбуке ну наверное это достаточно вконтакте я почти не пользуюсь так вот получилось вот пишите обращайтесь коллеги я хотел бы еще еще одно мероприятие пропиарить в Туле в ближайшее время состоится выступление Стаса Козловского исполнительного директора вики-медиа который тоже ведет активную просветительскую деятельность вот вот информация о ней если вы находитесь в Туле то можете поучаствовать вот ну и да и особое спасибо Дмитрию который наверное вики-медиа наиболее активную позицию по занимает в области продвижения и в области просветительской деятельности вот то что сейчас происходит в Некрасовке это совершенно замечательно действительно москвичи могут воспользоваться этой возможностью вот на все сто процентов это просто замечательно почему это важно потому что к сожалению очень сложно например в формате вебинара реально научить писать статьи для этого нужен полномасштабный мастер-класс и желательно очный конечно мы много думаем на самом деле над тем как провести все-таки какой-то онлайн курс или еще что-то но пока это только задумки а вот очные онлайн мероприятия если возможность их посетить это для вас будет прекрасным подспорьем если вы хотите начать работать в Википедии ну что ж я хотел бы поблагодарить Дмитрия огромное спасибо за проведенный вебинар всем тоже спасибо да я надеюсь что мы наконец как-то найдем общий язык не знаю есть ли какой-то отклик после наших вебинаров есть ли люди которые стали активнее участвовать в Википедии хотя бы исправлять что-то не обязательно писать новые статьи но мы очень надеемся что в библиотечном сообществе и в вузовском сообществе появятся такие люди не только сами по себе исходя из своих собственных соображений но и благодаря нашей просветительской деятельности друзья всем спасибо большое Дмитрий спасибо до новых встреч в Википедии до новых встреч в Директ Академии до новых встреч